Фэмилий Три Чаннел Откровенные разговоры с экспертами Добрый вечер, это проект информационно-психологической поддержки Фэмилий Три. Меня зовут Анастасия Изюмская, я основатель проекта и сегодня еще буду хозяйкой этого вечера, этой встречи. К сожалению, вчера звезды сошлись своеобразно и мы не смогли провести эту встречу и еще раз я приношу извинения перед всеми, кто понервничал, кто напрасно ждал, так и не дождался. Нам очень жаль, что так произошло, но мы сделали все возможное и честно бились целый час с техническими проблемами. Надеюсь, та практика, которую дала Мила, она хотя бы немного компенсировала это ожидание и поддержала вас. Но сегодня у нас все по плану и мы будем искать эту самую тихую гавань, искать эти внутренние опоры во времена, когда кажется, что все рушится, земля уходит из-под ног, определенности нет, будущее не определено. Как с этим справляться, как быть опорой для своих детей, ну и в первую очередь, конечно, для самих себя. Мы поговорим с Людмилой Баранковой, она психолог, сказкотерапевт, мама двух замечательных дочек. Мила, привет! Привет, Настя! Добрый вечер всем! Пожалуйста, напишите, видно ли нас слышно, напишите, откуда вы к нам подключились. Нам всегда важно знать, кто у нас сейчас смотрит, из каких точек в гости собрались. Мила? Да, мы параллельно можем начинать, да? Мы параллельно начинаем, да, пока. Отлично. Хорошо. Ну что, я буду идти со своим рассказом, да, но параллельно мы будем, Настя, с тобой, да, в диалоге, и, возможно, будем прыгать по презентации вверх-вниз, потому что я буду чувствовать, да, что хочется другими частями, да, повернуть ее, все будет так спонтанно. И мне кажется, это, наверное, то, с чего хочется начать, да, что все перестраивается. Вчера мы, несмотря на все наши переживания относительно того, что встреча сорвалась, заметили, насколько это созвучно, тому, что происходит сейчас в большом пространстве, да, в мировом пространстве, что мы хотели поговорить о нем, да, и оказались тоже в этом же процессе сами с нашим вебинаром вчера. И поэтому для меня даже так удивительно, как развернулось пространство, что сейчас у нас как будто продолжение этого же, да, то есть ощутив все это напряжение, всю эту фрустрацию, да, мы снова выходим на новый живой виток, да, и снова делаем, реализовывать то, что нам важно, да, это то, что происходит с нами всеми сейчас. Такое есть важное слово «энергия», да, у нас есть жизненная энергия, поэтому мы живы. И в обычной нашей жизни у нас есть такой определенный распорядок того, на что мы эту энергию направляем в первую очередь, как мы распределяем ее, да, какими она идет частями, да, куда, на какое направление, что в работу, что в поездке, что в творчество, что к детям, что к себе самой, что к отношениям с другими и так далее, и так далее. И сейчас как будто вдруг огромный пласт этого всего пошатнулся, что-то полностью исключилось, до чего-то нужно искать совершенно другие способы воплощения. В общем, все сверх на голову, и нам всем этом очень трудно. И что с нами происходит, когда мы чувствуем тревогу? Большинство из людей сейчас чувствуют тревогу, если она относится к самому вирусу, да, который сейчас так активен, то это одно состояние. Если к этому больше спокойствия, бывает, что очень много волнений за что-то другое, что пошатнулось в связи с этой ситуацией, да, с тем, что закрыты границы, с тем, что абсолютно неясно, как в этот период зарабатывать тем, чей заработок невозможно перевести онлайн и так далее. Да, мама многих маленьких детей, которые соло-мамы сейчас, да, и которые каждый день каким-то образом зарабатывали, отдавая своих детей в какие-то бережные руки старших родственников, да, которым сейчас невозможно привести ребенка, или няни в возрасте, которые тоже сейчас в зоне риска, и невозможно просить ее о помощи и так далее. Я могу долго перечислять, мы все знаем сейчас, да, все, с чем мы столкнулись. То есть важно сказать мне в первую очередь то, что когда мы тревожимся за любой из этих аспектов, да, то внутри у нас накапливается очень много невыраженной энергии, да, которую мы привыкли определенным образом направлять, и тут вдруг это блокируется. И от того, что очень много жизненной энергии внутри блокируется, это только усиливает нашу тревогу, то есть наше состояние становится еще хуже. И если есть вещи, на которые мы повлиять не можем, да, то есть мы не можем повлиять на те вещи, которые решает государство, да, то есть вещи, на которые мы повлиять можем, да, и очень важно в первую очередь что сделать себе в такой, ну, в самопомощи, да, это определить, где сейчас лежат границы того, что я могу, о чем я могу позаботиться, позаботиться, и где эти границы уже не лежат, да, потому что очень у многих из нас, когда наша жизнь стабильна, появляется иллюзия, мне очень важно подчеркнуть, и я несколько раз таснусь этого на встрече, иллюзия нашего всевластия и нашего контроля за тем, как мы живем, что с нами происходит, потому что люди смертны, и, как писал Булгаков, смертны внезапно, да, и это всегда, это не только за последние полгода, это то, с чем мы рождаемся и с чем мы проходим всю нашу жизнь, и смертны все наши близкие, все, кто нам дорог. Когда наша жизнь стабильна, нам удается, потому что это дает нам возможность как-то выдерживать то напряжение, с которым мы живем, нам удается в стабильном периоде жизни не замечать этого каждодневно, не замечать вот эту уязвимость, да, эту хрупкость, и мы направляем энергию туда, куда нужно нам, да, в зеленые этапы. А сейчас же, да, я предложу нам с вами прежде всего определить, где границы эти сейчас лежат, да, что делать, например, если касается нашего мнения, там, именно самого вируса, да, что мне делать, чтобы не заразиться, во всяком случае, из того, что я знаю, да, ну, и вот это вот элементарное, да, которое мы сейчас все повторяем, о мытье рук, да, вот казалось бы, вроде бы это такая мелочь, да, но если мы соблюдаем это, это не только дает нам, ну, какую-то степень, пусть это будет маленькая степень, но она есть, да, какую-то степень большей безопасности, и это дает нам очень важную, еще на психологическом уровне вещь, что дает нам ощущение того, что мы что-то в этой ситуации делаем. Многие в соцсетях смеются друг над другом в том, какие меры предпринимают люди для того, чтобы успокоиться, да, поддержать себя в этом состоянии паники. Кто-то скупает гречку, да, туалетную бумагу, кто-то ходит только в маске, другие им пишут, что это бесполезно, это не имеет смысла, да, может быть, даже усугубляет ситуацию, каким-то образом там эти микробы распределяются иначе. Если говорить не о физическом, каком-то не физической пользе, необходимости каких-то конкретных действий, да, а о том, на психологическом уровне, что это может дать, то на самом деле это может быть правда важно. Известный всем эффект плацебо, да, он здесь очень к месту, потому что мы направляем куда-то свою энергию. У нас появляется ощущение, что я, ну, хоть что-то делаю, и это очень важно. Это очень важно и в условиях карантина, который всё больше, да, распространяется, и всё больше он усиливается. То есть, да, что делать? Что делать, чтобы не заразиться и не заразить других? И дальше что делать? Просто поразмышлять над этим, да? Что делать, если уже кто-то заболел или болен кто-то из близких? Тоже есть ли у меня какие-то мысли по этому поводу, который именно мне подходит? Мила, я правильно поняла, что здесь важно выбрать стратегию, и её придерживаться уже само по себе, это даст спокойствие, потому что у многих вызывает беспокойствие, что сегодня говорят одно, завтра прямо противоположное, кому доверять совершенно непонятно, и что делать тоже не всегда понятно. Причём каждый раз информация из источников, которые кажутся достоверными, информированными, профессиональными, профессиональными, профессиональными. Поэтому бывает сложно определиться с этой самой стратегией. Безусловно, да. Ты права, я говорю именно о стратегии, да, но я вот начала со спонтанности, да, сказала, что мы будем смотреть, как и куда движется наша встреча, да, и в зависимости от вопросов, и того, что нам покажется самым важным, да, успеть осветить. Так же и сейчас, нам с вами в этом периоде, да, стратегия какая-то, она помогает нам просто настроиться вот прямо здесь сейчас на что-то, да. То есть ты можешь там, Настя, да, например, сегодня для себя определить, что вот бывает, что такая тревога накатывает, например, перед сном, и люди не могут спать в этот период. Ну, особенно если у кого-то трудности со сном, это бывает усиливается. Вот спросить себя в какой-то момент, прямо вот задать себе вопрос. Хорошо, информация меняется, да, я не знаю, что, например, решить в ближайшие две недели, да, по каким-то аспектам. Вот, например, там школа моя закрывается, или садик в четверг, а завтра вот среда вести, или мне ребёнка и так далее, да. Но ложась спать, можно спросить себя хотя бы на сегодняшний вечер. Вот у меня остаётся час до времени, когда мне бы хорошо уже заснуть. Вот честно, должна ли я, есть ли у меня какая-то необходимость, решить что-то для себя и для моих самых близких, что-то именно сегодня? Или все эти мысли я могу позволить себе решать завтра? Да. Вот так коротко, не пытаться охватить глобальных вопросов постоянно, да, спрашивать себя вот очень точечно, потому что сейчас правда очень важно искусство маленьких шагов. Ты знаешь, ну вот я как человек, который три года работает со своей тревогой и могу сказать, что преуспела, у меня с ней уже диалоги такие. Ну, конечно, когда в тебе ресурсы больше, тебе легко сказать, дорогая, ну давай не сейчас, в рабочее время, подожди твои вопросы все до того момента, когда я там, не знаю, проснусь, умоюсь и попью. Но если тревога очень сильная, то всё равно тебя захлёстывает этими мыслями, которые бегают по кругу, и сложно их удержать. Да, безусловно. Мы поэтому будем... Я вот три года, понимаешь, качала мышцу осознанную, чем мне было получаться. Да, я понимаю, правда, очень понимаю. Мы во второй части встречи будем касаться именно самих практик, да, которые могут помочь в этом. Ну, пока что просто говорим о стратегии такой, да, что так как, Настя, твоё пространство, в котором мы находимся сегодня, да, Family 3, это семейный портал, то очень многие наши слушатели, скорее всего, имеют опыт родительства, да, или так или иначе связаны с теми, кто имеет такой опыт. Да, правильно ли я понимаю? И если это так, то мне кажется очень ценным вспомнить о периоде беременности сейчас, вот в этом периоде, в котором мы все с вами находимся. Я помню, когда я была беременна старшей дочкой, я пошла на консультацию к Доули, психологу, чтобы помочь себе справиться с чувствами разными совершенно, которые меня накрывали. И она задала мне первый вопрос перед всей встречей, перед всей консультацией. Она задала мне вопрос, скажи, пожалуйста, понимаешь ли ты, что твоя беременность может не закончиться родами здорового малыша? Я так ухнула, говорю, ну да, понимаю. Она говорит, понимаешь ли ты, что есть какая-то маленькая, но есть вероятность, что ты можешь умереть в родах или в родах может умереть малыш. Добрая какая. Ты знаешь, очень, потому что потом было очень много поддержки, очень много внимания, фокуса на ценном и хорошем. Но вот эта вот такая экзистенциальность, которую она задала, вектор такой экзистенциальности, он очень важен. И мне кажется, что даже если у нас, в нашу беременность кто-то так не спросил, то тем не менее, у нашего ребёнка мы так или иначе встречаемся с вот этой нестабильностью, неизвестностью, с тем, что наше тело, здоровье малыша, наше здоровье, сама беременность, в общем, всё, весь этот путь, он абсолютно не имеет никаких гарантий. И мы все в каком-то смысле, те, кто близко соприкоснулся с материнством, с родительством, или те, кто сам прошёл этот путь, вынашивание ребёнка, могут вспомнить. И сейчас, мне кажется, для многих из нас эта память, она может быть на самом деле очень ценной. Потому что мы сейчас тоже вот в каком-то смысле находимся, образно говоря, метафорически, вот в таком опыте беременности, тем, что что-то прежнее завершено, что-то сейчас происходит, что-то меняется, и затем будет какой-то другой этап. Мы сейчас вот в этом переходе, и он действительно очень много подрывает, и как раньше не будет. Но очень многие женщины посмотреть вокруг, посмотреть на историю человечества, выдерживали вот этот опыт неопределённости. И он у нас просто в памяти крови есть. Где-то абсолютно не в нашем мозгу, не в разуме. Он есть просто в том, какими мы созданы. Мы созданы так, что мы умеем выдерживать то, что мы находимся в большом периоде нестабильности, в том, что касается для нас очень важного. И мне кажется, что вспоминать об этом сейчас может быть себе поддержкой. Для того, чтобы не замирать в панике, не замирать в тревоге. Ты говорила, Настя, о том, что умом-то мы всё понимаем, что тревожиться – это не полезно, и хорошо бы не тревожиться, и хорошо бы эту тревогу как-то отодвинуть. Но за счёт чего? На этом слайде я перечислю просто основные какие-то блоки, потом мы разберём их подробно каждый. Что может давать нам ощущение вот этой жизни, того, что она у нас сейчас не закончена, что, несмотря на то, что очень многие внешние процессы поставлены на паузу, жизнь абсолютно точно есть, она происходит. Первый момент такой – планирование и стратегии. Вот то, о чём мы уже начали говорить. Панику нам очень часто даёт ощущение, что этому всему как будто нет места, как будто мы ничего не можем спланировать. Но именно поэтому важно перенести вот эту потребность, хоть какое-то планирование иметь, хоть какую-то ясность, структуру, перенести это на те процессы, на которые возможно это перенести. Например, создать какое-то, я не знаю, домашнее расписание себе, если будет карантин, например, домашний. У нас у всех есть опыт выходных дней дома. У многих сейчас в современном мире есть опыт того, что люди работают из дома, и дети учатся дома, и находятся дома. Но всё-таки этот опыт далеко не у всех. И для того, на самом деле, очень большого количества людей, для которых этот опыт совершенно в новинку, абсолютно неизвестен, они никогда с ними сталкивались вот в таком формате, в таком постоянном. Для них это поэтому абсолютный стресс. Стресс – это то, с чем ты не готов был встретиться, и то, что абсолютно для тебя неожидаемо. Это не значит, что это однозначно плохо для них, но это трудно очень. И поэтому, так как у таких людей есть опыт выходных, им становится очень трудно в том, что карантин – это как будто бы выходные, но на самом деле совсем не выходные. Потому что выходные они не должны были работать из дома. В выходные дети могли тоже один-два дня отдохнуть просто от графика, который у них всю неделю, и потом снова пойти. Соответственно, в эти выходные дети привыкли ждать от родителей очень включённости большой, потому что это как будто такой накопительный кусочек перед большой неделей. А сейчас с теми же ожиданиями, с теми же ассоциациями все бухнулись в то, что это как будто будет так постоянно, и неизвестно сколько. И, конечно, в этом очень трудно. И поэтому важно, мне кажется, помнить, что нужно дать себе время на перестройку, на то, что это совершенно не выходные дома. И такая жизнь, даже если она будет очень короткой, в таком вот карантине, например, там, две недели или три недели, даже если это будет очень коротко, то для этого нужны совершенно новые какие-то расписания домашние. Какая-то структура того, каким образом движется наша жизнь внутри этих дней. Подробнее мы потом коснёмся. Действия. Давай добавлю про свой опыт в очень тёмное время моей жизни. Я помню, меня спасали абсолютно смешные графики. Я составляла себе графики, что и где мне нужно убрать. У меня был такой списочек, он у меня висел перед глазами. Например, там, в один день я разбирала одну полку. Отлично. И каждый раз, когда полка была разобрана, я ставила там себе галочку. Потом уже позже я прочитала, что людям, которые подвержены тревожным расстройствам, им рекомендуют психологи составлять такие полки, наводить порядок в условиях хаоса. Да, такой вот локальный. Локальный. И тогда это даёт тебе ощущение, что хоть что-то, хоть вот этот маленький кусочек материального мира ты контролируешь. А вот этот списочек с выполненными, отмеченными галочками говорит тебе о том, что да, вот смотри, ты здесь справился и здесь. Пусть это маленький какой-то кусочек, но хотя бы с этим ты уже справляешься, и это ты контролируешь. И вот на эту смешную, в общем-то, вещь уже можно опираться. Безусловно. И то же самое мы делали для сына. Мы писали ему расписание дня, который он тоже приходил и отмечал там себе наклейками, что вот это он сделал, вот это он сделал. И я видела, как эта структура ему помогала. Да. Как эта структура его успокаивала. Да, это правда очень важно. Если, допустим, такого расписания ещё нет, можно начать с того, чтобы в конце дня просто на телефоне с заметками или на листе бумаги, кому что гармоничнее ляжет, можно вспомнить и записать несколько вот таких же штук, которые сегодня уже произошли. Ну, например, я не знаю, вот взять ещё гораздо меньшую мелочь, чем то, что ты назвала с полкой. Полка – это на самом деле ещё ого-го, если ты говоришь про трудный период жизни. Это в ресурсный период – это мелочь, а в тяжёлый период – это не мелочь. А, например, записать себе там, что вот я себе налила, вот я себе сделала кипяток с лимоном, чтобы пить во время встречи. Я не просто налила, я сначала помыла эту чашку. Вот я перед этим её помыла себе. И я позаботилась о себе, налила себе этот чай. То есть это два плюса. И оба их можно записать. Что я подумала о том, чтобы позаботиться о себе, чтобы у меня не было сухости в горле, когда я буду говорить, и я помыла эту чашку. И вот так вот я привела этот пример, потому что просто взгляд упал. Но на самом деле, если мы начнём вечером записывать, мы вспомним действительно очень много. Но то, что ты говоришь, оно ценнее. Почему? Потому что мы создаём ещё и структуру вот такого намерения, что я каждый день, например, с утра, вот я дальше могу за этот день ни на что больше не иметь сил. Но, например, постель свою с утра я собираю. И проходит какое-то время, проходит неделя, например, в таком режиме. И это действительно становится той точкой, на которую я просто в памяти тела уже могу опираться. Что происходит вещь, которую я изо дня в день делаю. И значит, у меня появляется ощущение, что я могу вот в этом новом графике, в этом новом хаосе, но всё-таки, например, взять себе ещё какую-то одну вещь. Например, ещё чистить зубы каждый день. Но здесь мы можем столкнуться вот с какой историей. Если у семьи нет привычки работать из дома, а у детей нет привычки занимать себя самим, потому что мой-то дрессирован был довольно долгое время, что мама может быть занята, и она может отвлечься только, если действительно нужна какая-то помощь. Да, ЧП. Но при этом у неё есть какие-то ещё дела, которые требуют её внимания. И на это ушли годы. Да, я понимаю. У меня тоже такой режим. Я тоже работаю из дома много. А у нас тоже дети. Этого нет привычки. И можешь написать себе прекрасные планы, и они все разрушатся. А то, что рутина не выстроена, и у каждого члена семьи нет этой привычки. Безусловно. Поэтому ещё раз подчеркну, ещё раз мне важно это заметить, что сначала действительно для таких семей, для которых это непривычный формат, для них действительно сначала абсолютно нормально. То, что сколько-то они будут жить с ощущением того, что они оказались все в полном хаосе, и им в этом очень некомфортно и очень тяжело. И важно, чтобы не переходили сразу к мысли, что мы не справляемся с этим. Потому что не справляемся – это когда мы уже годы этим занимаемся, а всё-таки у нас почему-то у других людей, которые в этом же сроке находятся, того, как они всем этим занимаются, у них уже есть такие вот успехи. А я нисколько не продвинулся относительно своих же стараний. У меня никакого внутреннего прогресса моего нет за эти несколько лет. Если я первую неделю нахожусь на карантине в своей жизни, то точно очень рано говорить о том, что я с ним не справляюсь. И это очень важно заметить, что мы не не справляемся, а происходит просто то, что нам нужно адаптироваться к этому. И на периоде адаптации совершенно нормально, чтобы сначала мы прошли все стадии отрицания, все стадии горевания. Горевание – это такое большое слово, но на психологическом языке оно несёт в себе той нагрузки, которая у нас культурологически сложилась. То есть это не значит, что все умерли. Боже мой, карантин, потом мы же там карантин. Горевание имеется в виду, что мы что-то не хотим принимать. И происходит отторжение от этого. И нужно, очень важно, для того, чтобы происходила здесь динамика, для того, чтобы мы продвинулись к тому, чтобы начать видеть эту структуру новую, уметь донести её детям из своего опорного состояния, выстроить эти новые расписания, прописать их просто на бумаге. Для этого нам нужно сначала побунтовать внутренне, погоревать, погневаться, позлиться на всё на это, оплакать тот уклад, который был там ещё три недели назад в нашей жизни. Всему этому нужно дать какое-то место и время. Возможно, поговорить об этом с психологом, возможно, поговорить с кем-то из друзей, которые находятся в такой же ситуации, и дать друг другу поддержку и какие-то идеи. Возможно, просто давать себе какие-то паузы, если для вас вы более интровертны по натуре, и вам не через контакт с другим человеком это нужно, а через уединение. Давать себе его, даже если это будут двухминутные сначала уединения, давать им быть, не обесценивать их, замечать, вот есть у меня сейчас минута, будут увлечены они чем-то бегом бежать и заботиться об этой потребности своей, дать себе время на перестройку. Ну подожди, ещё рабочие дела не сделаны, и котлеты не пожарены. Слушай, ну мы все прекрасно понимаем, что они не будут сделаны целиком никогда, и действительно сейчас и про рабочие процессы, и про котлеты. Все прекрасно понимают, что рабочие процессы не будут сейчас идти так же, как они должны были идти в офисе. Ну, идёт перестройка, дать себе это время. Насчёт котлет, ну тоже дать себе возможность и здесь составить некое расписание, какую-то создать себе структуру того, ну что простое я могу. Вот пусть дома будут там, я не знаю, перепелиные яйца и бананы с огурцами, какие-то вещи, которые требуют минимальной моей включённости, но ребёнок может что-то это схватить, и всё, я могу дать себе эту минуту, отойти, восстановить чуть-чуть. Про это, например, я долгое время не могла подойти к борщу, потому что он требовал сразу много моего времени. Да. Я хотелось. И я научилась овощи чистить с утра, бульон варить в обед, а к вечеру и на всё на это уходить. Получался уже всё. Время. Да. Тут 5 минут, тут 10 минут, да, а в итоге к вечеру у меня был прекрасный борщ, который в следующие 2 дня мы с удовольствием ели вчера. Да. Да, то есть действительно определить, какие вещи в этом режиме для вас будут важны. То есть хочется каких-то конкретных блюд, например, которые в семье едят. Подумать, что для них нужно, сколько времени, какие могут быть этапы, как это разбивать. Дать себе на составление новых вот этих всех структур, дать себе на это время. И правда советоваться с теми, кто тоже в этом находится, потому что мы можем много друг другу подсказать. Вот ты говоришь перед отцом, и для кого-то это может быть эврика. Классно, всё, я попробую вот именно так, со своей ухой, на которой у меня никогда не хватает времени. Да. Вот. То есть переходим к действиям. Вот мы коснулись действий. Нужны обязательно для того, чтобы не было ощущения того, что мы поставили жизнь на паузу. Это ощущение, которое точно ввергает большую панику. Нам нужны ежедневные дела, направляющие наше внимание на здесь и сейчас. Да, то есть вот какие-то очень простые, я коснусь этого прочь, да. Телесность. Телесность, то есть всё, что связано с телом, потому что когда у нас карантин, то мы находимся, ну как бы в такой, на самом деле, очень большой закрытости телесной, да. Но на самом деле это тоже просто требует перестройки. Но дочки моей, вот говорю об этом, вспоминаю, что дочки моей на занятиях однажды рассказали притчу о том, что король посадил мудреца в темницу, а она была с такой большой винтовой лестницей. За то, что тот сказал, что помимо таланта нужно ещё и мастерство. А мудрец настаивал на том, что не боги горшки обжигают, да, что не только талант нужен для чего-то, но и мастерство. И дал он ему в эту же темницу, почему-то каким-то образом там оказался телёнок маленький. И этот мудрец весь период своего срока, он ещё маленького вот этого телёнка, носил на руках вверх-вниз по этой винтовой лестнице. И когда король вспомнил о своём любимом мудреце и вызвал уже из заточения его, он увидел огромного, мускулистого, крепкого мужчину, атлета, который нёс на руках быка. И поразился тому, сколько действительно помимо таланта может давать мастерство, да. То есть он понял, что тот тренировался каждый день и может уже быка нести на руках, да. Нам это всем с вами знакомо по нагрузке, когда мы носим ребёнка, да. Когда ребёночек рождается маленький, он совсем лёгкий, как пушинка, да. А затем мы можем прекрасно перенести пятилетку через дорогу, да, одной рукой. И если бы у нас не было этого опыта каждодневного, да, наращивания вот этих мышц, то этого бы не произошло, мы бы просто не смогли с этим справиться. Да, то есть поэтому, находясь сейчас дома, нашей телесности, нашему движению есть очень много места, да. Просто важно заметить это, да, дать этому тоже место. Дыхание. Дыхание – это какая-то вообще основа основ, да. И именно поэтому, мне кажется, и многие пренебрегают, потому что кажется, что, ну, ну, это так очевидно, да. Поэтому на это не обращают внимания и ищут каких-то более глубинных возможностей восстановиться, да, не начиная с дыхания. Я про него обязательно поговорю отдельно. И хочется сказать, что что же такое лежит в основе нашей тревоги, да, почему, почему вдруг вот так вот информационный вирус такой происходит, да, не только физический, да, но информационный. Почему все начинают все больше и больше тревожиться и паниковать? Потому что мы сталкиваемся со страхом смерти. Смерти, в общем-то, как бы разной, да, своей смерти физической, физической смерти тех, кого мы очень любим. Мы сталкиваемся со страхом смерти той жизни, которую мы наладили, со страхом смерти отношений каких-то в нашей жизни, которые могут разрушиться из-за того, что совершенно иначе сейчас они будут происходить. И у нас нету такого опыта. И поэтому у нас нет уверенности, что это получится. У нас может быть надежда на это, у нас может быть вера в это. Но может этой верой еще и не быть или уже и не быть, да, и мы сталкиваемся со страхом смерти этого. В условиях сильного стресса мы начинаем остро ощущать, насколько все, что нам дорого, насколько все это уязвимо, да, насколько это бесконтрольно, бесконтрольно наша жизнь, бесконтрольно жизнь тех, кого мы любим. И на самом деле я помню, как я прочитала в юности своего любимого Ирвина Ялама, такой психолог и писатель, и он говорил о том, что несмотря на то, что смерть губительна для нас, идея смерти нас спасает. Это, может быть, не точная цитата, но смысл передан. И это то, что происходит сейчас. Несмотря на то, что действительно смерть, да, она губит то прежнее, чем мы являлись. Но пока она не наступила, да, да и сама эта физическая смерть, это большой вопрос, что она губит, да, и что завершается, да. форма лишь, да, для многих. Но пока она только в нашей идее, да, пока мы только о ней думаем и боимся её, да, страшимся её, смотрим на неё всё более близко, да. На самом деле это очень, ну, вплотную позволяет нам увидеть, возможно, несравнимо ясно, несравнимо чисто увидеть ценность того, что мы выбираем, что мы любим, чем мы являемся. И если нет этого, то мы очень часто оказываемся в ощущении приясности, скуки и безразличия, да, ну, каких-то вещей, которые многим из нас бывают знакомы на каком-то этапе. Именно благодаря страху смерти мы можем оставаться действительно живыми, да, пока мы здесь. Мы можем замечать красоту этой жизни, мы можем любить эту жизнь. и это то, что правда сейчас со всеми нами происходит, но к этому тоже нужно прийти, да. Это тоже не то, что просто вот моментально в связи со страхом смерти вдруг обрушивается на нас фейерверком, да. Это может быть закрыто очень сильным страхом, но опираясь маленькими-маленькими шагами на всё то, о чём мы сегодня говорим, мы можем увидеть наше вот это стекло внутреннее, да, протёртым вдруг, да, и увидеть в нём небо действительно чисто. Тут я только зачитаю, да, тоже одну из любимых своих цитат о том же самом, что когда мы наконец осознаём, что мы сами, если живые существа, смертны, мы начинаем испытывать жгучее, почти нестерпимое ощущение к хрупкости и ценности каждого момента и каждого существа. И из этого ощущения может вырасти глубокое, чистое, безграничное сострадание ко всему сущему. И мне кажется, это, наверное, такой ключевой дар, к которому очень хочется прийти вообще в своей жизни и, возможно, сейчас тоже. Многим из нас труднее всего даётся не волнение за самого себя в связи с вирусом, да, а переживание за других, да, за то, что мы можем быть и причиной их заболевания, да, или что мы сможем, ну, не сможем в какой-то момент их уберечь, да, в случае необходимости не сможем помочь. Либо же вообще переживание за изменение чего-то другого в нашей жизни, да, то, чего мы касались раньше. И здесь, мне кажется, что может помочь такая внутренняя работа, да, опять же, там, да, для кого-то это работа психологическая, для кого-то это практики йоги, медитации, да, чего угодно, для кого-то беседа с близким другом. Поможет работа вот с этим ощущением своего всевластия, да, посмотреть на то, что когда у нас есть такое ощущение тщетности, да, такое ощущение горечи от того, что мы не можем повлиять на то, что происходит с другими, то это на самом деле говорит только о том, что нам почему-то раньше казалось, что мы можем, что мы могли когда-то, но этого не было никогда, да, штука в том, что этого не было никогда. Мы никогда не могли сделать безопасным путь наших близких, счастливым сделать путь наших близких. и это важно каким-то образом выдерживать, да, смотреть на это, дышать. Для меня путь здесь, проход в это, да, лежит через уважение к их пути, через то, что… то, какой у них путь, это не мне решать, да, и я лучшее, что я могу сделать, да, помимо каких-то очевидных вещей, которые я, там, возвращаясь к первому слайду, да, важно соблюдать, да, то есть какие-то меры предосторожности, да, они относятся к разряду того, что я могу делать, да, но есть вещи, которые я делать не могу. Например, очень многие сейчас пишут о том, что они просят своих бабушек, да, что, пожалуйста, не ходите в магазин, давайте мы вам будем всё доставлять, а те говорят, на порог не пущу, да. Я столько пережила в своей жизни, уж увольте меня, мне тут 94, я разберусь, ходить мне в магазин или не ходить. И внучки, наши с тобой ровесницы, разводят руками и понимают, что… а что они могут сделать, да, ну, бабушка любимая действительно их не пустит на порог и имеет полное право, да, и здесь важно дать тоже себе возможность погревать об этом, да, но и почувствовать это уважение к этому пути, да, и чувствовать, что я могу транслировать любовь и уважение к тому, какой путь у моих близких, у всех, кого я люблю. И это будет очень хорошим направлением своей энергии. Дальше я поговорю про практики, да, вот того, что я раньше называла, да, дыхательные практики, да, то, что вот как раз самое, наверное, базовое, самое основное, то, с чем мы с вами можем встречаться очень много раз за день, когда вы чувствуете, что вам снова за день стало как-то неуютно, вот первое, что стоит сделать, это заметить, дышу я вообще сейчас или нет, да. Вот Анна пишет как раз, что у неё от паники начинаются проблемы с дыханием. Да, это очень распространено, почему? Потому что есть же у нас природная часть наша, да, животная наша часть, организм, да, и на уровне тела мы очень похожи на млекопитающих, да, и что происходит с любым живым существом во время сильного стресса? Он замирает, да, чтобы понять, насколько опасно, да, если даже лев, да, смотреть какие-то передачи про жизнь животных, даже лев, если он услышит какой-то шорох в лесу, и он не знает ещё, что это, может, там тушканчик, да, но он не в курсе, первое, что он сделает, это он замрёт, потому что это максимально безопасно, да, то есть тем образом живое существо обеспечивает себе безопасность в моменте, да, но у нас большой разлад с нашей животной природой, с нашим телом, ну, у большинства из нас, да, большинство из нас большой разлад, и если в какой-то момент, чувствуя волнение, совершенно естественно наш организм, оп, и замирает, мы перестаём дышать, да, то потом-то мы уже вроде бы могли бы, ну, отмереть, так скажем, да, а этого не происходит, потому что мы как будто заморозились очень сильно, и мы своему телу никак не даём дальше никакого движения, не даём внимания дыханию, да, и это то, что стоит делать, да, сначала просто тренироваться, просто вот замечать, несколько раз поставить себе задачу, вот из того, что мы с тобой вспоминали о списках, да, поставить себе задачу такую всем нам, например, на завтрашний день, что можно даже поставить себе будильник 10 раз за день, например, который будет звонить какой-нибудь мягкой мелодичной музыкой, да, и в этот момент, когда мы слышим этот будильник, мы его выключаем и замечаем, я сейчас вообще дышу, и если я дышу, как я дышу? Я дышу поверхностно, или я дышу прерывисто, или что со мной происходит, да, потому что нам, правда, важно, да, чтобы мы восстановили нормальное полноценное дыхание. Если мы понимаем, что нас накрывают вот эти тревожные мысли, и, соответственно, дыхание наше никак и не восстанавливается, да, то это такой замкнутый круг, да, поэтому работать для восстановления можно с любого боку. Если не получается поработать с тревожными мыслями вот сейчас, в этот момент, да, они прокручиваются и прокручиваются, и мне не удаётся прямо сейчас на них повлиять, то можно начать с дыхания, потому что, когда мы чувствуем тревогу, дыхание замирает, мозг только больше чувствует, что он стрессует, да, ещё больше замечает плохое, и мы ещё меньше дышим. Если мы восстанавливаем дыхание, то мозг начинает иметь возможность замечать что-то ещё, выйти из вот этого круговорота стрессовых мыслей, да. А заметить, что, о, а я же чаю хотела, оказывается, давно, да. И, в принципе, я могу продолжить сейчас эти все тревожные мысли думать, да, но почему бы себе параллельно чаю не налить? А пошёл наливать чай, и уже как-то вышел потихоньку, да. У нас в книге «Мама на нуле» есть глава психолога и коуча Юлия Бурлаковой, и она в том числе даёт такую очень классную практику, которую, мне кажется, всем вообще хорошо бы использовать, но в такое непростое время особенно. Там есть несколько вопросов, которые повесить хорошо на видном месте, и можно даже будильник завести, и подходить, смотреть на них и отвечать. А вопросы такие, что я сейчас чувствую, причём и на уровне тела, и на уровне эмоций, да. Потому что я, например, про свою тревогу знаю, что она живёт в солнечном сплетении. Если я не буду уделять этому внимания, то я весь день прохожу вот здесь комком, и с утра мне будет прям совсем худо. А если я это замечу там ещё днём, то я как раз могу подышать и расслабить это место просто физически. Или там потанцевать, подвигаться, разогреться как-то. Буквально пять минут наушники воткнуть, любимую музыку какую-то весёлую. Что я чувствую, первый вопрос, да? Что я чувствую, и про эмоции тоже. И что я могу для себя прямо сейчас делать? Как вот на один миллиметр я могу своё состояние улучшить? Да. Да, это очень хорошо. Это правда очень хорошо. Вот буквально какие-то могут быть… Тут действительно важна вот это вот… Ты назвала слово «миллиметр», да, и оно важно, потому что в ощущениях паники, тревоги огромного количества, ещё большего, чем три недели назад, да, дел, свалившихся на нас, таких очень новых, да, нам кажется, что у нас нету возможности десять раз за день спрашивать себя о том, как я тут сейчас вообще, да, тут как бы вообще успеть бы какое-то что-то вообще, да, хоть что-то, да, и поэтому здесь правда важно понимать, что это какие-то могут быть миллиметры, например, сменить позу, да, вот мы с тобой проводим сейчас рабочую встречу, да, и мы не можем там, я не знаю, пойти полежать сейчас прямо, да, но я могу сменить позу, я могу, говоря с тобой, например, когда говоришь «ты», я заметила, что я давно, оказывается, хочу пить, я взяла, попила напиток, да, я поменяла позу, положила ногу по-другому, да, то есть это правда миллиметры могут быть, но именно эти миллиметры дают ощущение себе, всё возрастающее ощущение того, что я живу до сих пор, я живая, мне очень важны эти миллиметры, эти капли. Одна из дыхательных практик, которую я приведу, их на самом деле огромное множество, и, наверное, я даже быстренько назову две, да, чтобы вы выбрали, кому что откликнется. Я намеренно не буду называть много их, да, для того, чтобы всё успеть, но их очень много в интернете, можно просто вот если эти не откликнуться, найти 50 других и посмотреть, что подходит именно мне, да. Вот она на слайде описана, одна из них, да, сделать несколько циклов дыхания, длинные вдохи-выдохи, 4, 4 коротких вдоха-выдоха и 4 длинных вдоха-выдоха. Можно попробовать по-разному, можно попробовать через нос, можно попробовать через рот, как будто бы вы дышите через очень маленькое отверстие, поэтому мне, например, через рот нравится больше, потому что я могу контролировать, какое я оставляю отверстие, да, в отличие от носа, хотя в нос можно заткнуть часть носового прохода, и оставить маленькое отверстие, и поэтому тот объём воздуха, который есть у меня в лёгких, я буду выдыхать без всякого старания, очень долго, и вдыхать тоже, да. Вот я оставляю себе там буквально трубочку такую, да. И очень долго мой выдох будет происходить, да. Потом короткие такие, вот такие короткие, да, 4 цикла, и снова вот эти длинные. Пока мы делаем эти вдохи-выдохи, пока мы замечаем дыхание, пока мы следим, вот просто даже сделали это и пошли дальше, не обязательно ставить себе цель, что когда я сейчас буду дышать, мне важно, чтобы я успокоился, или мне важно, чтобы вот пока я подышу эти 4 цикла, чтобы я перестал тревожиться об этом, хоть сколько-то перестал, да, хоть немножко меньше стал тревожиться. Если я ставлю себе такую задачу, я начну тревожиться только больше. Поэтому вы просто заботитесь о дыхании, не планируя, что это должно обязательно помочь моей тревоге сейчас, да. Это поможет просто вам восстановить то дыхание, которого не было столько времени, пока вы тревожились, да. И это большая забота о теле. И дальше можно переходить снова к тревоге, не волнуясь о том, что вы должны были как-то на неё повлиять. Ну, это такая, как бы, обходной путь такой, да, к тому, чтобы не пойти по замкнутому кругу. Не знаю, понятно ли я объяснила. Ещё одна практика дыхательная, которую я назову, она о том, чтобы… Вот ты назвала, да, что ты знаешь, что у тебя тревога в солнечном сплетении, да. Вот очень здорово действительно заметить, где у меня напряжение сейчас в теле. Вот я, например, замечаю, что сейчас, когда я говорю, я замечаю, что у меня сконцентрировано некое напряжение вот здесь вот в части лба. Вот во время этого разговора. А так оно может быть где угодно у вас, да, когда вы волнуетесь, тревожитесь. Вот у меня здесь есть напряжение. Соответственно, если я хочу восстановить дыхание, то я могу представить, что я дышу через это место, да, через любое, ты говорила о солнечном сплетении, да, представлять, визуализировать, что я и выдох, и вдох совершаю через ту область, где максимальное напряжение содержится сейчас. Да, можно приложить руку, если трудно сфокусироваться, можно не прикладывать, если больше опыта в этом. Это как минимум тоже, вот эти все практики, да, как минимум они помогают нам часть своего внимания направить на что бы то ни было ещё, помимо того, о чём глобально мы тревожимся и при этом в данный момент ничего с этим сделать не можем, да. Мы направляем в этот момент своё внимание туда, где мы действительно, ну, хотя бы часть этого внимания, да, и хотя бы на несколько мгновений, туда, где мы действительно есть, где мы правда сейчас находимся, а только в этом, вот в этом здесь и сейчас мы и живём, никакого другого момента у нас просто нет, да. И когда мы направляем своё внимание, хотя бы его часть, туда, где мы правда сейчас есть, мы снова начинаем чувствовать себя живыми. И это именно то, о чём мы сегодня с вами и говорим. Следующие практики, да, касаются телесности и быта. Тоже то, о чём мы ранее говорили, да, как можно больше делать каких-то, знаете, вот простых физических вещей, да, не прекращать это, да. Заземление. Практику эту я упоминала вчера в коротком видео, которое мы всем присылали. Настя, скажи, пожалуйста, повторить мне её сейчас или она у всех будет? Ты знаешь, мы её рассылали всем, кто регистрировался на лекцию, поэтому мне кажется, что она есть. И давайте спросим у тех, кто сейчас онлайн, получали ли они практику или нужно её повторить. Я сразу, знаешь, вспомнила про Айдан Салахову, которая сейчас на карантине, она прилетела из Италии. И, по-моему, в одном же из первых своих, одну же из первых своих публикаций из клиники в Царицыно она выкладывает, как на йогой занимается онлайн со своим инструктором. Прекрасно, да. Так, да, значит, я перечислю, да, какие-то вещи быстренько, да. Это очень здорово, чтобы это была работа руками, да. То есть вот взяли детскую перчатку и постирали её вручную, просто вот постирали, потому что она давно не стирана, пыльная лежит, да. Собирались уже её не надевать в этом году, да. Вот взяли и постирали, просто вручную, хотя можно кинуть в стиралку, да. Сделать влажную уборку какой-то локальной тоже части. Вот взять, увидеть подоконник свой, да, и протереть его влажной тряпочкой. Вот то, что ты говорила о полке, да. Вот это вот именно, именно оно, да. Взять, встряхнуть какое-нибудь полотенце. Вот взять и сделать это какую-нибудь элементарную маленькую вещь. Это правда очень много может дать. Делать то, что касается тела, да. Это всё, что связано с водой. Умываться как можно чаще, да. Просто вот пойти, умыть лицо ещё раз. Расчесать волосы. Постоять прямо, вот знаете, перед зеркалом пять минут и порасчёсывать их долго, да. Постоять под душем. С мытьём с водой, с мытьём рук уже народ жалуется, что это переходит в обсессивно-компульсивный синдром в связи с... Нет, я здесь не о том, чтобы почистить их, да. Я про то, чтобы коснуться воды, просто вот, я не знаю, налить большой таз воды, да, и просто опускать туда руки, да, прохладной воды, да, просто касаться её, замечать вот эту живую энергию, да. Это может быть песок, это может быть глина, да, это может быть земля. То есть вода в этом смысле именно. Не в дезинфицирующем, да, а в том, чтобы коснуться живого какого-то природного материала, да. Именно в условиях карантина это важно. Массаж делать детям. Себе самомассаж, просто вот кистей рук, да, вот тех мест, которые... Вы чувствуете, что напряжение в них есть, да, стопы, да, то есть вот надбровные дуги, да, просто вот сделать какой-то самомассаж коротенький. Очищение пространства. Убирать лишние предметы, да, выкидывать по 10 предметов, я не знаю, в день, да, тех, которыми ты не пользовались 100 лет. Взять прям пакет такой, и каждый день этот пакет должен наполниться хотя бы 10 предметами. Просто практику дерева повторить, милая. Просто повторить, я быстренько повторю. Телесная практика заземления, да, опора тоже на себя. Мы можем в момент, когда чувствуем, да, что накатывает этот тревог, мы можем встать, устойчиво опереться двумя стопами в пол, немного согнуть ноги в коленях, да, чтобы мы были как лыжник, да, который вот катится по склону, и у него ноги подсогнуты, и он опирается очень хорошо, и при этом он гибкий, да. И представить себя молодым гибким деревом, вокруг которого веют сильные ветра, и можно прям покачиваться, представлять, что этот ветер с разных очень сторон сильно дует, да, и чтобы тело наше пораскачивалось, но при этом почувствовать глубокую укоренённость стоп, почувствовать, что ноги наши глубоко корнями уходят в землю. Вот такая простая практика, да, но на самом деле, если дать себе несколько раз вот по минуте, да, на неё, это тоже очень здорово может помочь. Перестановки в доме, да, то есть взять что-то, переставить, это тоже даёт ощущение того, что я такие 10 вещи, на которые я влияю, и которыми я сейчас руковожу, да, и хотя это больше просто, я бы не сказала, что это иллюзия, да, но это такое, знаете, как установка, да, в голове, что я себе помогаю почувствовать это просто, да, на самом деле, это тоже помогает нашим чувствам, нашей устойчивости. И то, о чём мы много с тобой уже говорили, да, составление особого нового расписания и планов этого этапа. И последний, наверное, такой пункт из предпоследней, из практик – это арт-терапия, то, что я очень люблю и чем глубоко занимаюсь, но помимо всех этих глубин, есть вещи, которые мы все с вами можем делать каждый день, да. Что это? Это то, чтобы вынести своё состояние вовне, для того, чтобы с ним справиться, для того, чтобы его выдерживать. Что я имею в виду? Вот я чувствую вот эту тревогу, да, и когда я чувствую её очень много внутри себя, у меня ощущение, что она заполняет всю меня, я вся становлюсь как будто этой тревогой. Для того, чтобы справиться с ней, для того, чтобы почувствовать свою власть над этим состоянием, почувствовать, что я больше, чем это состояние, мне важно его вынести вовне. Здесь может помочь очень много чего, да. Кому-то автоматическое письмо, то есть взять даже в неведущую руку карандаш, лист бумаги и просто вот писать тары-бары, да, всё, что мне приходит сейчас в голову. Я боюсь, кукушка, дверь, плита, да, просто вот писать абсолютно всё, что придёт в голову, но тем самым мы как будто вот этот хаос, да, выносим на бумагу. Это может быть введение дневника, это может быть лепка или рисование своего состояния, то есть вы можете взять кусок пластилина у ребёнка или глину, если есть, или что угодно ещё, и слепить этот страх, слепить эту тревогу, эту панику, какой она формы, да. И когда мы держим в руках этот, или мы видим этот рисунок у себя в руках перед собой, да, на самом деле это очень много может дать, потому что раз я смогла это нарисовать или слепить, раз я могу держать это на вытянутой руке, или протанцевать это, да, или представить это в виде позы, или стряхнуть это с себя, то я, значит, не вся эта, потому что, ну, есть какая-то часть меня, которая это рисовала, есть какая-то часть меня, которая слепила это и держит это вот здесь вот на ладони, да. Слушай, мне тоже это напомнило, ты сейчас сказала, что я не вся эта, и, по-моему, Ресса Харриса в его книге «Ловушка счастья» там есть такая практика, когда ты дышишь и даёшь своему вот этому сложному чувству пространство, понимая, что ты больше, чем оно. Да, да, это именно об этом. Больше оно, конечно, очень поддерживает, что ты можешь это вместить, что ты можешь с этим справиться, ты можешь это пережить, что это не может завладеть тобой полностью, потому что это только твоя часть. Ещё важный момент, на который я хотела бы обратить внимание. Дети ведь тоже снимают нашу тревогу. В прошлую пятницу сын пришёл из школы, абсолютно разобранный с идеей «Мы всё умрём». Особенно дети, которые уже начинают что-то понимать, им тоже тревожно. И мне кажется, что вот рисовать нужно прям всей семьёй садиться. И я знаю, что нам, опять же, с моим сыном Мишей всегда это очень помогало прорисовать, слепить, рассказать про эту сказку, сочинять какую-то. Да. Конечно. Это очень здорово делать с детьми, и это способ, который с ними работает просто замечательно. Вынести своё переживание вовне любым из этих способов, для того чтобы почувствовать, что и можно даже ещё одна очень классная вещь – это выбрать для этого время, например, каждый день. То есть я каждый день ставлю себе задачу, что я в течение 10-15 минут, например, посвящаю это время тому, чтобы посмотреть на эту свою тревогу, даже если мне вдруг в этот момент сейчас спокойно, и я собиралась чаю попить, наконец, хоть раз спокойно, и мне сейчас не тревожно. А тем не менее я поставила себе задачу, что я каждое утро по 15 минут в 11.00 сажусь и занимаюсь своей тревогой. Это тоже очень здорово даёт ощущение того, что раз я тут вообще хозяйка, и если я сказала себе, что я займусь этой тревогой, я пошла и потревожилась. И это значит, что я могу, мозг мой на каком-то таком тонком уровне понимает, опа, если, оказывается, я выбираю, что я пошла и потревожилась, когда я так решила, значит, когда я решила, что я сейчас не хочу этим заниматься, я беру и не тревожусь. И тут я это уже никак не делаю специально, я просто вдруг замечаю, что я каким-то образом могу это выбирать за счёт того, что я вот это практикую. И затем можно привносить что-то желаемое в своё состояние. Это тоже может быть новая поза, которой хочется. А когда я спокойна, то какая поза? Вспомните, в какой позе я могла бы быть, если я была бы спокойна сейчас и удовлетворена. Слова какие, да, дающие такое состояние, аффирмации, рисунки. Что это может быть? И последнее, да, это, конечно, самые разные способы медитации. Созерцание за тем, как идёт жизнь вокруг. Посмотреть на, не знаю, стопы своего ребёнка, на то, как у него на солнышке, вот он сидит утром, да, и у него волосы золотятся. На то, как я размешиваю напиток в чашке, и как он светится от солнца. Замечать вот эти созерцания, да, включить тому, как красива жизнь, да. Медитация над тем, как мы дышим, да, тоже вот мы не медитируем, ну, я не говорила о медитации через дыхание, да, но их очень много. Аудио-медитации. Есть много бесплатных приложений, приложений с бесплатным периодом напопробовать, которые могут, если нет опыта и нет практики, медитации, которые помогут эту технику освоить. И самые простые дыхательные медитации, они доступны всем. Абсолютно. Дыхание на четыре счёта, на четыре счёта вдох, на четыре счёта выдох, на четыре счёта вдох, задержка на четыре счёта выдох, на четыре счёта опять задержка на четыре счёта. просто позволяет переключиться и на тело, и на дыхание, и на текущие моменты. Даже если минуту так делать с утра и минуту вечером, то уже это будет очень поддерживать. Хотя, кажется, я понимаю, что звучит понемножечко как такие шаманские штучки, но это физиология, и здесь ноль эзотерики. Эзотерики ноль абсолютно. И одна сплошная физиология. Да. Есть аудиомедитации, Настя, о чём ты только что говорила. Очень много в открытом доступе. Медитации, где просто доброжелательный голос говорит, просто замечай, что у тебя сейчас расслабляются плечи, или просто замечай, наблюдая, что с твоими плечами, что с твоими бёдрами, что со стопами, что со лбом и так далее. У кого есть практика йоги, все знают шавас. Да, конечно, это тоже оттуда. И двигательные медитации. Кому хочется, наоборот, не в созерцание пойти, не в медленность, не в текучесть, не в замечание, а наоборот, очень много гнева, ярости, напряжения в теле, то это могут быть очень хорошие двигательные медитации. Очень много… У меня есть оранжевая книга Оша. Наверняка она есть и в открытом доступе для чтения в интернете, я почти уверена. Вот у него очень много он приводит примеров медитации, совершенно таких вот… Ну, что вот идти по комнатам, это тоже может быть медитация. Когда ты режешь сыр, трёшь сыр в суп или в пасту, морковку трёшь, это тоже медитация, это всё медитативные движения. Всё можно вот так вот настроить себя, что всё это может быть… Вот эта стирка ручную, это всё оттуда. У меня про это есть история от Михаила Гинсбурга. Михаил Гинсбург – известный психолог, и он, если я не ошибаюсь, считается основоположником лексоновской гипнотерапии в России. Он её сюда привёз. И она в том числе строится на трансовых состояниях, в которых, в общем, есть медитации. И он рассказывал, как он воевал с семьёй за установку посудомоечной машины. Собственно, он выступал против, потому что для него мытьё посудомоечной – это вот эта рутинная бытовая медитация, когда он не сосредоточен ни на чём больше, кроме вот на этом потоке воды, на этом ощущении тарелки в руке, мыльной пены. И для него это возможность переключиться. И в итоге пришли к соглашению, что там один день, условно говоря, они сгружают всё в посудомоечную машину, один день моет он. И если мы вспомним китайские чайные церемонии, то часто же там говорится о том, что если ты не сумеешь подготовить посуду и помыть чайник, помыть посуду, вообще перед тем, как готовить эту чайную церемонию, ты не сможешь насладиться напитком. Потому что и напиток – это наслаждение, созерцание, и подготовка посуды. Поэтому действительно все-все вот эти моменты, про которые мы с тобой сегодня говорили, они все на самом деле вот об этой посуде. То есть коротко, если они все о том, чтобы внимание своё перенести из вот этой глобальности, эпохальности, тотальности и неизвестности, перенести на то, что прямо сейчас со мной происходит, с моим дыханием, телом, движениями, движениями, вниманием, голосом, запахами, контактом с другими, кто здесь рядом, что я могу сделать руками, куда я могу переместиться в пространстве, даже если на миллиметр, поменять эту позу, удобно ли мне вообще сидеть вот сейчас. Всё это работает именно на эту основную задачу, о которой ты сейчас говорила про мытьё посуды. Знаешь, что я хочу тебя спросить, когда люди находятся в стрессе, вот эти практики, они прекрасны. Они прекрасны, особенно когда ты ими уже пользуешься, тогда в стрессе они тебе помогают невероятно, эффективно, стопроцентно. Но когда эти практики не являются частью твоей жизни, у тебя хаос, у тебя дети скачут на онлайн-образовании, ты понимаешь, как организовать свою жизнь, совместив бытовые обязанности с необходимостью работать удалённые звёзд с непрекращающими, скачущими детьми, вводить ещё какие-то новые практики – это дополнительная нагрузка. Думаешь, чёрт, вот я же слышала опять, я сегодня не помедитировала, не помыла осознанно посуду, не помыла. И мне кажется, что есть риск, что… Что это тоже будет фактором тревоги. Да. Чего начать? Вот прям с завтрашнего дня, с чего простого начать человеку как бы утешать свою тревогу? Я бы начала с того пункта, который из того, о чём мы сегодня говорили, максимально показался самым простым, самым похожим на то, что вы себе можете про себя самого представить, и который откликнулся, вот к которому вы почувствовали какое-то движение энергии вашего, вашего внимания. Остальное слушалось как что-то, что, ну, что, в принципе, да, полезно, и слышали об этом, и неплохо, ну, когда-нибудь послезавтра, да, а какой-нибудь, возможно, пункт, или, возможно, какой-то ваш личный, который вы вспомнили просто сегодня сами, да, слушая нас. Какой-то маленький пункт, который кажется вам таким, на который можно опереться завтра, и который можно хотя бы попробовать. Я бы предложила начинать с него. Что это вводить, если я правильно понимаю, постепенно, то есть вот сегодня я сделала это, и договариваясь с собой, что я пять дней там делаю это, вот только это, и больше как бы… Да-да-да. Я помнишь, говорила об этом, да, когда предложила, что начать там с заправления кровати, да, то есть вот этот хаос, которому, повторюсь, да, так как мы заканчиваем, важно вот это, мне кажется, повторить, да, что дать себе время, что вы будете совершенно точно ощущать сейчас всю эту хаотичность, ощущение того, что вам неприятно, некомфортно и трудно в этом находиться, да, потому что это большие изменения, и дать себе какую-то одну локальную задачу, и сколько-то её держать, пока это трудно, да, пока вы чувствуете, что это требует тоже вашего внимания, вот заправлять всё-таки эту постель. Дальше нестись в хаос, да, но кровать заправить. Да, или там, я не знаю, сначала одеться, а не бежать там ставить кашу, да, как угодно, а всё-таки сначала надеть себе тёплые носки, да, чтобы мне было тепло стоять, когда я готовлю детям, да, вот и вот просто дать себе задачу вот надевать всё-таки эти носки сначала, прежде чем я побежала всех успокоить, обнять и так далее, да. Вот начать с носков, да. Уже немного перебрали наш временной лимит. Давайте посмотрим, есть ли у нас вопросы. Пока вопросы ты будешь смотреть, да, я закончу последним слайдом. Пять минут, семь минут потратим на вопросы, потому что, как известно, в самой непонятной ситуации, что надо спать. Здоровый сон нам всем показывают, поэтому нам пора уже готовиться. Согласна с тобой, очень согласна. Валерия спрашивает, расскажите, как не обрести ОКР при всём этом дезинфекции, мытьё это просто уже как наркотик за последние две недели. Одержимость на здоровую психику страшно получить ОКР на всю жизнь далее. Я бы предложила тоже заметить, что это волнение, оно тоже из разряда тех, на которые мы не можем повлиять прямо сейчас. То есть не мыть сейчас руки вряд ли возможно. То есть это одна из каких-то очевидных мер, которые делают люди для того, чтобы хоть хотя бы что-то делать. И очень многие не будут считать возможным отказываться от этого. И поэтому, если появляется ощущение тревоги и к этому аспекту, появляется ощущение, что и это может мне навредить, то, с какой реальности я сейчас этим занимаюсь, то тоже дышать, заниматься тем, чтобы возвращать себе устойчивость, не занимаясь тем, как это может повлиять на меня и что сделать, чтобы оно так не повлияло. Мы не знаем, как оно повлияет. Мы не знаем, что из того, что в этом периоде нас коснётся, будет максимально для нас травматично. Для каждого из нас это может быть что-то совершенно неожиданное, что-то совершенно своё, а возможно по итогу ничего из этого не будет для нас сильно травматичным. Такое тоже может быть. Ольга уточняет, что такое ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство. Да, я. Да, это я просто задавала вопрос. Это такой психический диагноз, насколько я понимаю. Наталья спрашивает, а если уборка и так раздражает каждый день? Значит, то, что я говорила про носки, про любой пункт. То есть, безусловно, нужно выбрать то, что не вызывает дикого раздражения, выбирать то, что максимально даст ощущение того, что это подпитывает. Может быть, это выбирать одежду себе, которой мне приятно ходить сейчас дома, например, или включать музыку, что угодно. Ульяна спрашивает, как протестать более тяжёлым вещам, серьёзным финансовым потерям из-за мирового кризиса и невозможности принять какое-то решение, чтобы успеть что-то сохранить? Какие-то более серьёзные меры есть? Более серьёзные меры? Тут у меня вопрос. Что вы имеете в виду под серьёзными мерами? Как противостоять волнению об этом или как противостоять этим опасностям? Есть ли опасности? Нужны какие-то финансовые консультанты, по всей видимости. Ну да, да. То есть, если мы говорим о том, как повлиять на это, то это один вопрос. Если мы говорим о том, как быть с тревогой относительно этого, то я коснулась этого вот здесь, когда я говорила о том, что когда мы волнуемся о другом, что происходит сейчас, об этой финансовой невероятной какой-то ситуации, которая происходит со многими сейчас, и неизвестно, что будет дальше, и как тут быть, видеть, как обезопаситься, да, то замечать иллюзию своего всевластия, уважать свой путь. Я понимаю, там речь идёт о том, что семья может потерять какие-то серьёзные деньги. Может. Мне кажется, что если нет ресурса самостоятельно справляться, понятно, что все эти практики, они очень такие ежедневные, будничные и простые, и, наверное, если речь идёт о каких-то глубоких переживаниях, то тут надо обращаться с помощью специалистов. Безусловно, но при этом, да, если мы говорим о том, что человек тревожится за финансовое благополучие семьи, то обращаться к платным психологам, да, тут как бы такая невязочка может происходить, но, во-первых, есть очень много бесплатных психологов, есть психологи, которые берут символическую оплату, да. Если нужно, я могу посмотреть какие-то ссылки на бесплатные порталы и, Настя, тебе прислать. Да, мы можем рассылочку сделать по всем, кто был участником силы. Да, потому что действительно какие-то глобальные, да, могут подняться сейчас переживания у людей, да, которые могли как-то обходить это в более стабильном периоде, да, а сейчас это может просто очень сильно накрыть. И в таком случае действительно вот такие точечные простые вещи, они могут уже не сработать, даже если их всем применять, да. Но, во-первых, их всё равно важно пробовать делать, да, не останавливаться на таком сомнении, что, ну, наверное, мне вот это всё не поможет, потому что именно всё это тоже очень важно совершать, да, если даже наши переживания и наше состояние глобальное и очень серьёзное, да, а параллельно, да, искать какую-то помощь ещё. Более глубокую, которую, конечно, охватить в самом вебинаре невозможно. Мы сейчас думаем над тем, чтобы запустить бесплатную рубрику с такими ежедневными как раз маленькими практиками, поддерживающими для того, чтобы люди могли на что-то опираться, вот ежедневно брать какой-то такой профессиональный опыт и его внедрять к себе в жизнь. Очень здорово. Это очень здорово. Над этим работой. Мила, спасибо тебе большое. Спасибо, Настя. Людмила Баранкова, психолог, сказкотерапевт. И мы сегодня говорили о том, как себя поддержать во времена крайней нестабильности и неопределённости. И мне кажется, ещё о чём я хотела бы сказать, что мне кажется, важно по-человечески помогать друг другу. И прям и самим предлагать помощь близким, соседям, не знаю, кому, там, друзьям. И просить о помощи, если вы чувствуете, что не справляетесь. Мне кажется, это для нас, для всех, как для человечества, удивительная, уникальная возможность научиться этому важному навыку, помогать и просить помощи. Да, спасибо за это, Настя. Это тоже очень важно слышать сейчас. Всем спокойной ночи. Доброй ночи всем. Больше подкастов на сайте Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова